Рад приветствовать вас, дорогие друзья! Вы на канале Безель, с вами по-прежнему Алексей. Давайте подготовимся к видео-обзору. Сегодня вашему вниманию я представлю интересную модель Hamilton Pan Europe. К нам ничего подобного не заезжала в магазин. Давайте рассмотрим поподробнее. Вот такая вот большущая коробочка, карабасик, я бы даже сказал презентабельно. За счет того, что в середине этого черного сундучка еще размещены некоторые подарки от Hamilton, владельцу этих часов. Та-дам! Собственно говоря, вот такой вот бомбический натовский ремень. Почему бомбический? Потому что везде идет фирменное лого, надписи на бакле. Значит, вот такие вот хорошие кольца плоского типа. И хлястик тоже зафиксирован вот такой вот фирменной тоже металлической вставочкой. Здесь у нас кожа, текстура синяя-белая полоска с красной внутри. Вот фирменный съемничек ушек достойного качества исполнения, который вам поможет снять ушки и установить при необходимости натовский ремень. Ну и давайте поближе рассмотрим модель. Модель Pan Europe, невзирая на происхождение бренда Hamilton, а истоки идут из Америки, Pan Europe – это отсылка к ретро-стилю и к первой модели, выпущенной в 1971 году. С калибром, который произвел фурор тогда, это калибр 11, с первым хронографом, разработанным вместе с компанией Brightling и другими компаниями часовыми, которые были на рынке тогда в фаворите. Значит, мы видим здесь интересную деталь, на мой взгляд, абсолютно бесполезную, но, судя по всему, декорирование модели обязывало внести односторонний, или сейчас погодите, да, односторонний безель, потому что вращение идет только по левой стороне. При водозащите 50 метров. Для чего он? Ну, опять же, это все уже более к дизайнерской задумке. Вот такая вот у нас апертура календаря и даты на 3 часах. В серединке H30 калибр, доработка с ИТА, 80 часов запас хода. Это значит, что вы можете снять эти часы в пятницу вечером, придя с работы, и в понедельник, взяв их, одев на руку, они у вас не остановятся и будут показывать точное время. По габаритам корпуса. Значит, это 42 миллиметра, высота лук-тулук 46 и толщина 12 миллиметров. Значит, сам корпус нас возвращает к ретро-стилю автомобилей, которые были присущи тогда в 70-х. Он сатинированный, с глянцевыми гранями. Ремешок, я вам скажу, ничего подобного я никогда не держал в руках. Обычно кожа любых других производителей, она более жесткая и требует разноски. Здесь же выполнен вот в таком гоночном стиле с отверстиями с перфорированием. Двухсторонний ремешок, 22 миллиметра ширина и достойного качества бабочка. Фирменная бабочка, литая, добротная. Интересно то, что, ну, как на спидометре, да, стрелочка секундная красная. Вот такой вот сферблатик, разметка, насыщенный вкусный синий оттенок. Заводная головка крупная. Как я говорил, водозащита 5 метров. Здесь у нас сапфир. И вот опять же, по поводу стилистики, это такие, знаете, воспоминания о хромированных молдингах на автомобилях, на кожаные сидения. Вот такое вот все, такая палящая жара, Майами. Ну, можете представить себе, это очень, это очень достойно. Эйдж на заводной головке. И, собственно, сами часики. Приятная новинка, я уверен, она будет радовать своего владельца долгие годы. Благодарю, что вы досмотрели этот ролик до конца. Канал Безель. Канал душевных разговоров о наручных часах. До новых встреч.